МОЛДОВА Государственная пограничная служба Украины начал специальную операцию на границе с Приднестровьем для недопущения въезда в Украину провокаторов. По данным некоторых источников, это связано с заявлением МИДа Украины и представителей некоторых государств в ООН. Относительно активности российских войск на территории Приднестровского региона и вербовки провокаторов для дестабилизации обстановки в Одесской области. К проведению мероприятий дополнительно привлекают резервы госпограничной службы. Также выставляют дополнительные пограничные наряды, патрули и контрольные посты. В целом ужесточается пограничный контроль и контроль над соблюдением правил пограничного режима. Министр юстиции Олег Ефрим не зарегистрирует политическую партию Рената Усатого. Хотя недавно Министерство юстиции подтвердило, что инициативная группа по созданию новой партии может использовать три названия – «Партидул Ностру», «Партидул Ноу» и «Партидулу Рената Усатый», «это сделано только для того, чтобы затянуть время и не допустить новое политическое формирование к участию в очередных парламентских выборах», – считает Рената Усатый. Он также отметил, что когда властям нужно, они быстро регистрируют новые партии, как это было в случае с либерал-реформаторской партией, несмотря на все протесты либеральной партии. В скором времени молдавские граждане, обладающие биометрическими паспортами, смогут путешествовать в страны шенгенской зоны без виз. Уже составлены списки категорий граждан, которые смогут бесплатно оформить биометрический паспорт. Это в первую очередь участники Второй мировой войны, дети-сироты, дети-инвалиды и дети в возрасте до одного года, которые отправляются за рубеж на лечение на основании направления от Министерства здравоохранения. Дети-сироты, дети-инвалиды, которые отправляются учиться за границу в соответствии с межправительственными и межминистерскими соглашениями. Также инвалиды первой степени, которые едут за границу на лечение с направлением от Министерства труда, социальной защиты и семьи или Министерства здравоохранения. Напомним, что на сегодняшний день стоимость оформления биометрических паспортов в течение месяца составляет 760 леев. Регистрация документов в течение 15 дней стоит 960 леев. В течение 10 дней – 1070 леев. В течение 5 дней – 1190 леев. В течение 24 часов – 1260 леев. За 6 часов – 1420 леев. В феврале этого года в республике на учет встали более 5000 безработных. Такие данные приводит Национальное агентство занятости населения Республики Молдова. Сейчас в Молдове официально зарегистрированы около 30 тысяч безработных, 20 тысяч из которых не имели места работы и в прошлом году. Тем не менее, Национальное агентство занятости населения предоставило на конец февраля 5,5 тысяч вакансий. Для людей с высшим и средним специальным образованием имеются 2100 рабочих мест. Больше всего в стране не хватает врачей, менеджеров и учителей. Вы знаете, у нас в стране зарегистрировано 30 тысяч безработных. Как вы считаете, по какой причине так много? К сожалению, с таким правительством это что-то нормальное, потому что когда правительство ничего не делает для того, чтобы как-то повысить и зарплату, ну и какие-то, как на румынском говорится, фачалитез, тогда и люди как-то не очень хотят работать. Цены большие, зарплата маленькая. Вот из-за этого может быть и такая безработица. Почему так? Потому что государство, наверное, виноват. Сверху идет, потому что не дают людям. Закрыли фабрики, заводы, вот все что. Вся проблема в том, что все закрыто. Раньше, когда был Советский Союз, было все открыто и людям свободно могли в отпуск поехать. А сейчас кто-то живет лучше, кто-то живет хуже. Вот такая ситуация. Я думаю, их намного больше. Ну а почему? Почему их так много? Да разве это непонятно? Потому что еще не все уехали отсюда, вот поэтому так много. А если, ведь Молдава стремится в Евросоюз, если все-таки это случится, да, подпишут соглашение, изменится как-то ситуация, как вы думаете? Нет. Почему? Ну потому что безработные так и останутся безработные. А соглашение-то не означает то, что мы сейчас завтра все соберемся и поедем в Европу работать. Правильно? Поэтому что может измениться? Единственное, что люди просто легально уедут и будут там прятаться, чтобы не вернуться. Все. У нас в Молдаве зарегистрировано 30 тысяч безработных. Как вы считаете, почему так много? Потому что позакрывались основные предприятия, на которых люди работали. Они уже давным-давно не существуют. Те, которые существуют, влачат жалко существование. Вот я сама работала в системе легкой промышленности. В Сеороше было большое предприятие, на котором около 5 тысяч работников было. Где? А как вы считаете, вот если Молдова вступит в Евросоюз, изменится что-то с безработицей в стране? Ничего не изменится по примеру тех стран, которые уже из нашего круга. Я думаю, что нет. Граждане Молдовы тратят больше денег, чем зарабатывают. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. В 2013 году средний доход в нашей стране составил 1750 леев на человека. Сумма расходов при этом была на 130 леев больше. Данные исследования бюджетов семей показывают, что больше всего жители Молдовы тратят на продовольствие – почти 41% доходов. Пятая часть доходов уходит на содержание жилья. На одежду и обувь жители страны тратят в среднем 10% заработанных денег, а на здравоохранение – 6%. Главным источником дохода для граждан Молдовы остается зарплата. На ее долю приходится 40% полученных денег. Вдвое меньше жители Молдовы получают от социальных выплат. А 20% бюджетов семей – это деньги, полученные от родственников, работающих за границей. За счет предпринимательства живут почти 20% граждан страны. В течение следующих двух недель в Кишиневе днем будут прекращать подачу тепла. Отопление будут включать только ночью с 18.00 до 9 утра. С начала отопительного сезона до конца отопительного сезона это делается, когда на улице температура выше 8 градусов. Это всегда было и в прошлый год тоже такое распоряжение Пимара было. Административные здания, наоборот, ночью отключают и выходные отключают. Отключать жилые дома от центрального отопления будут по ходатайству Ассоциаций жильцов. Согласно регламенту, городские власти должны начать подачу тепла, если средняя температура воздуха в течение трех суток не превышает плюс 8 градусов. И могут отключать отопление, если температура выше 8 градусов тепла. Компания RedNord намерена требовать увеличения тарифа на электроэнергию. Представители предприятия утверждают, что убытки из-за девальвации лея достигают уже 30 миллионов леев. Только из-за курса валюты мы потеряли около 30 миллионов леев. Мы покупаем электроэнергию за валюту, а продаем ее в леях. В последний раз тариф менялся в 2012 году, но он был привязан к тому курсу доллара, который был в то время. Сегодня мы имеем то, что имеем. Если стабилизируется курс доллара, то говорить о повышении тарифа нет необходимости, подчеркнул директор RedNord Виктор Асачук. Впервые нестабильность национальной валюты так сильно влияет на деятельность поставщика электроэнергии в Бельцах. В настоящее время тариф для потребителей на севере страны составляет 1 лея 70 банов за киловатт в час. Сегодня в Кишиневе начинается отбор участников на музыкальный конкурс Евровидение 2014. В первом полуфинале выступят 12 претендентов. В этом году соревноваться между собой будут Оля Тира, Борис Коваль, Татьяна Хегя, Дана Маркитан. Второй полуфинал состоится в четверг. Состав жюри объявят за несколько минут до начала конкурса. Финал песенного конкурса в Молдове пройдет 15 марта. Напомним, в прошлом году Молдову на Евровидении представляла Алена Мун, которая заняла 11 место. В этом году музыкальный конкурс состоится в мае 2014 года в датской столице Копенгагене. Первый полуфинал пройдет 6 мая, второй полуфинал 8 мая. Десятого состоится финал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»